Здравствуйте! Это программа «Город С» и я Елена Чернявская. Этот оркестр не сразу, а со временем нашел свое место среди творческих коллективов города. Его оценили, стали регулярными концерты, участие в музыкальных фестивалях. Один из таких музыкальных полиглотов, известный не только в Самаре, но и далеко за его пределами, губернии Марк Львович Коган. Художественный руководитель, главный дирижер Самарского концертного духового оркестра. Именно он гость студии сегодня программы «Город С». Здравствуйте, Марк Львович! Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие друзья! Очень рада я вас приветствовать и видеть в добром здравии, что сейчас, да, Марк Львович, немаловажно. Вот вы сказали такую фразу до того, как мы с вами встретились, что этот год был очень богат, да, на события в вашей жизни, в жизни оркестра. Так вот, давайте-ка начнем по порядочку. Самое главное событие в этом году музыкальное для вашего коллектива. Спасибо большое. И оно даже и не одно, одно из крупнейших, это, конечно, Самарский фестиваль, Всероссийский фестиваль на сопках в Манчжурии, который стал кульминацией этого сезона, этого лета, именно этот фестиваль этого года. Ну, я немножко хронологически отступлю и скажу, что вообще сезон настолько был богат на фестивале, что это первый раз вот за мои многие, за 30 лет работы нашего оркестра и моей работы. Я начну, не уходя далеко, с фестиваля Всероссийского тоже военных и духовых и гражданских духовых оркестров, который прошел в Перми в сентябре 2020 года. Это был фестиваль «Фанфары Победы». И, должен сказать, что мы были представлены там среди достаточного количества больших военных и больших оркестров, и, как говорится, лица своего не потеряли. Их очень хорошо выступили, получили диплом первой степени с такой формулировкой «за качество и академическое звучание», что является чрезвычайным комплиментом для относительно небольшого… Академические оркестры. Да, мы не академические, не симфонические, но именно тот факт, что мы устремлены к исполнению больших произведений, произведений классик, которые воспитывают культуру в нас самих, культуру звучания исполнения. Ну и надеюсь, что и публика наша отзывается на… Можно же играть джаз, тоже академический звучать, или популярные пьесы, не говоря уж об овертюрах, не говоря о симфонических каких-то эскизах. Вот, «За качество и академическое звучание» и приз нам подарили такую объемную тяжелую фигуру серебристого такого медведя. Это символ Пермского края. Была прохладная погода, но очень теплая публика. Это в Перми. И дальше онлайн-фестиваль проходил чуть позже, где-то мы начали работать с ним в октябре. Это Всероссийский онлайн-фестиваль духовых оркестров «Танкоград в городах трудовой доблести». Этот фестиваль получил грант президента, и я был приглашен в жюри этого фестиваля вместе со знаменитыми своими, уважаемыми мною коллегами. И по моему представлению, оргкомитет фестиваля поменял немножко географию. Когда они пригласили Самару, я говорю, ну это мы не «Танкоград», мы «Авиаград». Добавьте, пожалуйста, если еще не поздно, «Танкоград», «Авиаград» или как-то… «Космоград». «Космоград», да, 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 замечательно. Я говорю, Саратов, Ульяновск, Казань, это все города были авиационные, и есть авиационные города. Они приняли предложение, но уже поздно было менять, так как грант был уже получен. И тем не менее, Самара приняла участие в этом фестивале, и мы, знаете ли, были, как бы вам сказать правильно, из 61 оркестра, 61 оркестра приняла участие в фестивале, это очень-очень большая цифра. Причем там была вся география России, да, 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 и Дальний Восток, и Сибирь активная, и Центральная, и Поволжье наши оркестры. И должен сказать, что это я увидел не только как член жюри, но и как участник, я увидел состояние оркестров детских, юношеских, гражданских, профессиональных, военных. Мы на хорошем пути, мы на хорошем пути, мы на верном пути, позволю себе сказать, конечно, не хватает состава. То есть вы в тренде маркливаете? В тренде, да, оркестр в тренде, но именно будучи в жюри, я понял, насколько не хватает несколько, ну, просто кадров, людей. Единиц не хватает для того, чтобы нам уже было, можно сказать, что мы на одном идем уровне по градации. Ну, это детали. Ну, и вот если по хронологии, то я поеду к нашему фестивалю самарскому, который был в этом году самый значительный, самый крупный, начиная с 2013 года. Это Всероссийский фестиваль духовых оркестров на Сопках Манзурии. В Самаре, в общем-то, все знают эту историю, что впервые этот вальс был исполнен в Самаре, в Струховском саду, 24 апреля 2008 года. И дирижировал оркестром 214 Макшанского полка сам автор Илья Алексеевич Шатров. И эта деталь, и эта, вернее, очень серьезная деталь, она послужила тому, что Самара заслуживает, и вальс, вернее, заслуживает, чтобы Самаре и в России эту дату помнили. И надеюсь, что ее будут помнить. И мы для этого сделали все, что могли. 14 городов, 16 оркестров, 504 музыканта, которые были в гала-концерте в сводном оркестре, играли вальс, играли марш Черневского с кодой Глинки «Славься, славься», и так далее. И, конечно, этот сводный хор, как раз сводный медный хор, он прозвучал просто великолепно. Все музыканты, участники, они были в восторге от Самары, от приема, от сцен, которые были великолепно оборудованы светом, звуком, стульями, шатрами для передевания, водою. И я до сих пор от коллег из разных городов получаю, как вы там гроханули, как это вы там... Я говорю, друзья, мы учимся, и вы учитесь, и нам есть куда двигаться. И на самом деле это теплая тема, это теплая встреча, а уж про теплую погоду в июне. Говорить не приходится, Павлович, вы так рассказываете, как будто вот этот фестиваль прошел буквально вчера, и вы так красочно все описали. А у нас есть спецрепортаж, который подготовили мои коллеги. Давайте вспомним, насладимся еще раз звучанием оркестров, музыкантов, и в том числе Самарского духового оркестра. С удовольствием. Давайте посмотрим сюжет. С удовольствием. Важные события из жизни большого города. Легендарное музыкальное произведение, известное во всем мире наравне с такими композициями, как «Прощание славянки» и «Амурские волны». На сопках Маньчжурии, написанное Ильей Шатровым на Волжских берегах, дала людям силы в самые тяжелые жизненные моменты. И до сих пор находит отклик в сердцах миллионов россиян. Впервые вальс был представлен публике в 1908 году в Струковском саду. Здесь же, спустя 105 лет, стартовал ежегодный фестиваль духовых оркестров. Ну а в этом году он впервые прошел на федеральном уровне при поддержке Министерства культуры России. Длился музыкальный праздник два дня. В нем приняли участие более 500 человек из 12 регионов России. Все эти дни наши съемочные группы освещали каждое событие, ведь телеканал «Самары ГИС» являлся информационным партнером фестиваля. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры подогнал «Симон» Стартовал праздник в субботу с марш-парада. Оркестры, коллективы «Мажоретспорта», барабанщицы. Музыканты прошлись по Волжскому проспекту от улицы Первомайской до бассейна ЦСКАВС, исполняя все – от классики до современных композиций. Субтитры подогнал «Симон» Это наш второй визит в этом городе, в этом фестивале участие, поэтому мы с такой радостью, с таким энтузиазмом сюда приехали, поэтому это просто для нас счастье здесь находиться. В связи с пандемией не все можно проводить, но то, что сейчас происходит, конечно, уникально. Я сегодня удивлен погоде, людям, в первую очередь, конечно, которые нам хлопали, мы идем, нам хлопают, нам машут руками, воздушные поцелуи. Ну как, ну чудо, красота. Кульминацией марш-парада стало выступление Самарского муниципального концертного духового оркестра. Кульминацией марш-парада Продолжился фестиваль уже вечером. Духовые оркестры выступали с концертными программами на различных площадках Самары, одной из которых стал Струковский сад. Здесь собрались как профессиональные музыканты, так и любители. Участниками стали коллективы из Екатеринбурга, Брянска, Нижнего Новгорода, Перми, Ростова-на-Дону, Самары, Сургута, Уфы, Москвы, Тольятти, Саратова и Казани, а также концертный оркестр духовых инструментов Белогородской государственной филармонии, который на Самарский фестиваль духовых инструментов приехал впервые. Бляжу в озера синие, в полях ромашки рву, Зову тебя Россию, единственной зову. Наш оркестр пригласили впервые, и мы сюда даже в город. Мы впервые приехали. У нас с ансамблем танца программа. Покажем также танцы вместе с духовым оркестром. Концертная программа первого дня фестиваля завершилась выступлением академического ансамбля песни и пляски войск Национальной гвардии Российской Федерации, которое прошло в амфитеатре у подножья Площади Славы. Исполнение на сцене знакомых жителям мотивов сопровождалось зажигательными танцами участников военной форме советской эпохи. Музыкальный фестиваль – это не только выступления на сцене. В эти дни организаторы и участники собирались в мэрии для того, чтобы обсудить развитие духовых оркестров в стране и в регионе в частности. Сейчас на духовиков в Самаре обучаются 897 человек в 24 музыкальных школах. Городскими властями закупаются новые музыкальные инструменты и ноты. Всесторонняя поддержка оказывается музыкантом Самарского муниципального концертного духового оркестра. Я могу сказать, вот такие крупные фестивали, они действительно, те фестивали, которые мы проводили, и Марш Победы, и то, что наши коллеги проводят, и Серебряные трубы по Волжье, мы достаточно комфортно себя чувствуем в региональной среде. Они во многом способствуют интересу и росту. Наши коллеги отмечали в Музучилище, что выступление уже в среднее звено, действительно, с вот этой плотностью проведения крупных форумов, конференций, да, они действительно дают результат. Весь оркестр, прошу, шестая цифра. Шестая цифра, еще раз. Трубачевый глаз, коллеги неподвижительные. Шестая цифра. Раз, два, три. Для молодых музыкантов был организован и практикум, на котором потомственный военный дирижер Андрей Балин проводил мастер-класс для оркестра «Волжанин» детской музыкальной школы номер 18. В течение 30 минут дирижер обязан воплотить художественный замысел, выполнить все рекомендации, касаемые в штриховом исполнении, добиться слаженности идеального интонационного строя, чтобы была так называемая вертикаль и горизонталь. В общем, расчленить все элементы фактуры и сделать из этого произведения конфетку. За игрой юных музыкантов из зала наблюдал Владимир Лебусов, заслуженный артист России, профессор кафедры оркестрового дирижирования Российской академии музыки имени Гнесиных. Он провел теоретическую часть мастер-класса, рассказал преподавателям музыкальных школ об особенностях работы дирижера с детскими коллективами. Я знаю, что, в принципе, можно с ними планку довольно-таки высокую ставить. Мало того, когда им ставишь высокую планку, у них интерес появляется. То есть не просто играть от начала до конца, чтобы, так сказать, пошуметь, он так говорит, да, а вот тронуть слушателей. Венчал программу фестиваля большой галоконцерт на склоне площади Славы, все участники которого отмечали прекрасный прием самарского зрителя. Горд тем, что с 13-го года мы стояли у колыбели этого, мы здесь в Самаре, на нашей оркестре стоял у колыбели этого фестиваля, который вырос в настоящий праздник духовой музыки, в праздник, в общем-то, памяти в какой-то степени. Наши гости из 12 городов России, из 4 катеральных округов, единодушно ошарашивают. Причем я-то их давно знаю, я вижу, что это не лезет. На других фестивалях говорят, как вот у нас фестиваль. Я говорю, знаете, у вас хорошо, но в Самаре лучше. Это откровенно. Все очень здорово организовано, ну, очень хорошее впечатление. Конечно, есть лимит времени выступления, но мы бы хотели бы до утра работать. У нас силы для этого есть, потому что публика нас любит, публика нам аплодирует. А что еще больше можно иметь для счастья? А завершился галоконцерт выступлением Большого сводного оркестра. Все 500 участников вышли на одну сцену, слаженно исполнили несколько мелодий. Спасибо большое, Самара. Спасибо. Вы уверены, что мы сюда будем возвращаться и с новыми коллективами, и с новыми идеями. Спасибо. И низкий всем поклон. Благодарим. Исполнили и легендарный вальс на сопках Маньчжурии. Игрой оркестра в этот момент руководил Марк Коган. Завершился фестиваль знаменитым «Прощанием славянки». Дирижировал сводным оркестром сам Михаил Брызгалов. Марк Квоевич, скажите, пожалуйста, а вот какие еще эмоции, если вспомнить, по событиям вот на этом фестивале можете рассказать? И что дает вот участие в таких грандиозных фестивалях, к примеру, вашему коллективу? Спасибо за вопрос. Я не знаю, успею ли я или смогу ли я сказать о том очень особенном моменте, который случился в Самаре в рамках фестиваля на сопках Маньчжурии. Этого не было никогда ни на одном фестивале. Может быть, где-то, но я об этом не знаю, состоялось открытие, чуть позже, чем состоялся сам фестиваль, открытие, это было 12 сентября этого года, открытие скульптурной группы вальс, посвященной первому исполнению этого вальса в Самаре. Это в Стурковском саду, у выхода из парка на улицу Вилоновская. Я не хочу и не могу, собственно, описать эту скульптуру, просто хочу пригласить вас, дорогие зрители и слушатели, посмотреть эту скульптуру и заодно послушать нашу оркестр. Правда, это будет уже, боюсь, только весною, когда станет тепло в летнем театре Стурковского сада. То есть вы хотите сказать, что сезон завершен, и в этом году оркестр уже не выступает, Мария Львович, на открытых площадках? Ну, может быть, проанонсируете, где можно вас услышать в площадках закрытых? Много сейчас сказать не могу, мне легче сказать, какие мы бы готовы программы. Да, пожалуйста. На меня зависит. Почему? Потому что наш зал еще находится в ремонте, и я надеюсь, что в ближайшее время, какой-то он будет закончен, у нас будет место для концерта, куда мы сможем совершенно адресно, четко, с понятной ясной датой пригласить публику. Ждем этого времени, просто вот незаконно крепения не хватает. С нетерпением, Мария Львович, но это будет отдельное событие, и я думаю, что на эту тему мы с вами непременно встретимся. Центр города, старинные здания. Когда, хотя бы приблизительно, в следующем году? Это вопрос не ко мне, честное пионерское. Я бы рад что-нибудь сказать, но пока ничего. Пока в процессе, Марк Львович. Пока в процессе, да-да-да. И я хочу, не сочтите за некие лишние слова, почтение, оно у меня действительно существует. Я хочу поблагодарить администрацию города во главе с Еленой Владимиром Лапушкиной за прекрасную организацию проведения фестиваля. И, конечно, Департамент культуры Татьяна Викторовна Шестопалова и Евгения Борисовна Мищенко. Прекрасный главный режиссер в нашем фестивале Татьяна Викторовна Чердовских. Великолепный постановщик, великолепный понимает психологию музыканта и сложности, и, с другой стороны, простоту общения с огромным количеством занятых игрой на духовные инструменты мужчин. Получилось все очень здорово, и об этом мои наши коллеги в Нижнем, в Перми, в Москве, в Ростове, на Дону, в Саратове тоже до сих пор вспоминают. Это чертовски приятно. Но потом же вы приобрели, для вас приобрели еще и новые музыкальные инструменты и костюмы, Марк Львович. Да, да. Поэтому здесь вы только в выигрыше, да? Вы знаете, да, костюмы шикарные. Мы, кстати, один раз использовали их для концерта, для концертной программы около оперного театра. Прекрасная погода, собралась публика, и мы в наших шикарных синих костюмах выглядели превосходно. И даже самые большие, ну, как сказать, скептики говорили из нашей среды, говорят, нет, все-таки, друзья мои, по одежке встречают. Да, да. Не как в том анекдоте, встретили меня по одежке, проводили тоже плохо. Но здесь совсем совершенно к вам наоборот. Да, Марк Львович? Да, 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 это было прекрасно. Какие еще события важные случились в этом году в вашей жизни? Лично для вас, дорогий Марк Львович, может быть, еще для вашего коллектива, участие в фестивалях, концертах, встречи какие? Вот хочу как раз рассказать о фестивале, посвященном 80-летию Нижнего Новгорода. А так как это наши совершенно старинные друзья, мы были в числе немногих приглашенных в наш оркестр, и мы прошли по этой прекрасной улице, которая называется Большая Покровская улица, вышли к Спасской башне на площадь, на площадь около Кремля. И, нет, а может быть, башня не с Пасской, может быть, тут я путаю с другой площадью. И, конечно, этот гала-концерт и дефиле под стенами Кремля, около президентской трибуны, около Виповской трибуны. Встречали нас просто великолепно, и уже было, после фестиваля Носовка в Манжуре, мы уже все друг друга знали, нам было очень легко общаться, нам было очень легко вместе играть. И каждый из нас, дирижеров, продирижировал отдельным произведением, выбранным, в общем, сводным оркестром. И это тоже очень хорошо выглядело, привезли диплом участника фестиваля 80-летия. И последний момент фестивальный, которым я хотел бы сказать, чтобы тему, если возможно, было возможно закрыть, это фестиваль, второй международный фестиваль духовых оркестров в памяти Валерия Михайловича Халилова. Он еще не имени его, он называется второй международный фестиваль Халилова. Не знаю, почему фонд Халилова так сформулирован, но не важно. Важно, что мы, опять же, одни из немногих в Поволжье, по крайней мере, получили приглашение участвовать. И у нас уже есть дата, это 21 января 2022 года, в зале Дома офицеров, при поддержке администрации Дома офицеров. И надеюсь, что Союз генералов нас тоже поддержит. И мы для Валерия Михайловича Халилова, безвременно погибшего, потрясающего человека, генерала, музыканта, композитора, в честь его дадим программу из его произведений, из произведений тех, которые ему нравились. Вот о чем бы я хотел сказать в рамках нашей работы. — Скажите мне, пожалуйста, уважаемый Маркович, какие планы вот на ближайшие, ну, до конца года и замахнулись, может быть, на что-то интересное, неповторимое в году следующем? — Вот насчет неповторимого тут трудно угадать. — Может быть, репертуар какой-то будет новый. — Да, но мы действуем таким образом. Вот очень хорошо прошла в зале, во дворе художественного музея программа «Музыка Франции». Когда мы ее повторили в летнем саду, летом, в Сурковского сада, она имела огромный успех. И это подсказала мне мысль, что есть еще и замечательная музыка итальянского кино, которая на пленэре, на воздухе, в летнем театре будет принята очень хорошо. Музыка советских композиторов, песенников, которые много, но чаще всего в стол писали джаз и эстрадную музыку. Есть такая музыка, и я надеюсь, что нас Союз композиторов, Самарское отделение Союза российских композиторов поддержит. И, конечно, мы бы хотели играть музыку наших современников, самарских композиторов, которые пишут очень много хорошей музыки. Я тому свидетель, я тому и, что называется, и слышал, и понимаю, и знаю. Ну вот это то, что я рискну сказать, что будет. — Хорошо. Спасибо, Маркович. Так быстро полетело наше с вами интервью. Приятно всегда с вами общаться. Спасибо за позитивные новости. Я прям вот буквально окунулась. Все те фестивали так красочно всегда и интересно рассказываете. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Город Эсс». Но не переключайтесь, еще один сюжет о Самарском духовом концертном оркестре. Всего хорошего. До свидания. Антон Чебутарев играет на трубе в Самарском концертном духовом оркестре. Музыкант признается, для него это лучший инструмент. Также в коллективе Антон исполняет роль инспектора, следит за дисциплиной и отвечает за организованность участников. Уже по традиции сезон уличных выступлений оркестр открыл на сцене летнего театра Струковского сада. Много не выступали в связи с событиями, о которых все прекрасно понимают, знают. Но сейчас, наконец-то, дождались такого праздника. На первом концерте в сезоне уличных выступлений Самарский духовой оркестр исполнил классические джазовые произведения, аранжировки популярной музыки российской эстрады и духового искусства. В некоторых номерах лучший саксофонисты, трубачи и флейтисты Самары выступили в качестве солистов. Записи отвлекают человека от живого духа и дыхания музыки. А в духовом оркестре дух и дыхание – это не слова, это истинно, скажем, что называется в первой инстанции. Одно дело, когда вы ударом пальчика извлекаете звук или смычком, а другое дело, когда вот своим дыханием. И поэтому музыку духовой люди любят. Перед выступлением Самарского духового оркестра квартет «Джаз-вояж» порадовал слушателей джазовыми произведениями и импровизацией. Нам очень понравился формат концерта. Мы, зрители, очень соскучились по настоящим живым концертам. А сегодня еще концерт на улице, на природе, со свежим воздухом. Этот звук, ну, очень гармоничен в этом парке. Это очень красиво. Концерт прошел в соответствии со всеми санитарными мерами. Зрители в масках были рассажены с учетом социальной дистанции. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова